Здравия вам всем желаю! И вновь программа обзор позавчерашней прессы открывает для вас интереснейшие странички российских газет далекого прошлого. Русское слово 1908 года. Вчера в городской думе было сделано два заявления почти на одну и ту же тему с жалобами на автомобили. В одном заявлении внимание думы обращается на нежелательность дальнейшего распространения в Москве грузовых автомобилей. Автомобили эти настолько большой грузоподъемности и тяжести, что при быстром ходе угрожают не только целости городских мостовых, но даже и зданий. В другом заявлении указывалось на необходимость запретить движение всяких автомобилей по путям городских железных дорог. Автомобили засоряют рельсы снегом, мешают правильному движению вагонов. Заявления направлены думой на усмотрение управы. В вековом противостоянии автомобиль-трамвай побеждает первый. Новое русское слово из Нью-Йорка. 1923 год. Представитель пароходного общества Кунерлайн в России сообщает, что за последнее время число возвращающихся в Россию реэмигрантов значительно увеличилось. Большинство реэмигрантов составляют обратники из Америки. Многие из них привозят с собой разные инструменты и наличные в американских долларах, при помощи которых обратники хорошо устраиваются. По подсчетам советского правительства, сообщает далее Кунерлайн, за последние два года в Россию вернулось около 20 тысяч русских эмигрантов. Такое же число обратников ожидается в течение ближайших двух лет. Что будет с ними через 10-15 лет? Парижская газета «Возрождение», 1933 год. Как раз через 10 лет. По сведениям из Москвы, генеральная чистка, проводимая в коммунистической партии, на административных постах, коснулась и советской милиции, из которой устраняют все оппозиционные элементы. Вновь назначенный главный начальник советской милиции Прокофьев уволил около 60 высших чинов милиции, которые обвиняются в том, что они шли против генеральной линии партии, а в некоторых случаях поддерживали даже контрреволюционные элементы. Вместо уволенных чинов назначены видные чекисты. Перемены эти находятся в связи с обострением курса внутренней советской политики. Ялтинская газета «Сталинское знамя» за 1952 год. В восточной части Евпатории ведется строительство индивидуальных домов для рыбаков-новоселов, приезжающих в рыболовецкий колхоз имени крымских партизан. Девять домиков уже построены и заселены. Каждый дом имеет гостиную, спальню, просторную кухню-столовую и удобный коридор. На усадьбе индивидуальных домов выстроены сарай. Всего будет построено 30 индивидуальных домов. В газете «Экраны сцена» за 1992 год новогоднее пожелание Мстислава Ростроповича читателям. «Главное вам выжить, как тогда в августе, летом. Теперь январь, зима. Главное перезимовать. А там, может, уже и полегче будет. И стране, и культуре. Главное перезимовать. Пройти неизбежные трудности. Трудно? Конечно, трудно. Надоело все время их проходить и топать по грязи. И до сих пор в нашей России не решен вопрос, кто кому служит, культура власти или власть культуре. Вы нормальный ответ, кажется, знаете. А раз так, держитесь и продолжайте в вашем духе. И пусть он крепнет. А мы, мастера культуры, и вдалеке с вами. С Богом в Новый год и в Новом году. И я здравия вам всем желаю.